У его спутника жизни появилась другая женщина, которая, по его словам, его энергетически подпитывает. То есть он не смеет. Подружка, да, такая? Нет, это вот как духовный наставник. О, наставник в женском теле, да? Ну, с его словом, да. И я уверена в это. Вопрос... Вот это вот большая глупость. Вот это вот вы реально попытаетесь понять, что наставник никого не подпитывает. Наставница... Это очень редко, когда мужчина, нормальный мужчина выбирает себе женщину-наставницу. Это надо быть такой сильной женщиной, чтобы реально мужчина вот этот шаг сделал. Но в этом случае она для него мать. У них возраст какой? Ну, она чуть старше. Ну, это не мать. Мое чувство, что вы находитесь в очень глубокой иллюзии из-за того, что вы слишком сильно верите мужу. Мужу надо доверять, а не верить. Потому что верить надо только Богу. Если вы верите мужу, значит, он может вас ввести в иллюзию. И сейчас так и произошло. Он реально как бы начинает погружаться в отношения, которые приведут его к разрушению семьи. Она замужем, это наставница? Нет. Вы находитесь в опасной ситуации. Но, ну, как бы ситуацию сразу не решишь, потому что ни он, ни вы этого не понимаете. Бывают такие отношения, когда мужчина строит отношения с женщиной, ему кажется, что они возвышены. Но, ну, понимаете, это все очень, ну, очень легко проверяемо. Вам надо просто прийти. Во-первых, вы должны попросить его, ну, сходить на ее наставление и послушать вместе с ним. Сразу же с первого раза, как вы это сделаете, все для вас станет предельно ясно. Потому что она при вас не будет ему давать наставление или будет очень сильно зажиматься, чувствовать себя некомфортно. Потому что она сейчас, ну, флиртует с вашим мужем. Вам надо просто прийти на наставление и сказать, я тоже хочу наставление. Ну, понимаете, на тебя доступ нет. Вот, вот в этом и весь секрет. Почему бы человеку любому не прийти и получить наставление? В чем проблема? Понимаете, когда слишком много секретов, это попахивает керосином. Слишком много секретов, очень таинственность большая. Вы знаете, у нас просто такая ситуация, что он просит отпустить его, ну, к духовному родственному, скажем так. Отпустить куда? Ну, развиваться дальше, что ли. Ну, вы что, его держите, что ли, не даете развиваться? У нас дети маленькие. Куда он хочет вас, он хочет, чтобы вы его отпустили? Куда конкретно? На свободу. На какую свободу? Что он хочет? Напишите словами своими. Конкретно, что он хочет? Жить отдельно, что ли? Или что? Видите, уже все произошло. То, что я вам сказал, уже свершилось. Вы очень слепо относитесь к своему мужу. Вы должны его реально воспитывать. Быть строго иногда между мужем и женой равные отношения. Эта женщина добровольно принимает себя младшей. Но иногда она для него должна быть старшей и должна ставить его на место. Вы не должны отпускать его. Он честный, совестливый человек. Он только из-за вашей глупости может уйти из семьи, попасть в засаду. Я очень хорошо чувствую эту женщину. Я знаю то, что было у ней до этого. Если хотите, я вам расскажу. Она бросила свою мужу из-за того, что он не был любовником. Сейчас она ищет себе нового. Потому что с тем она рассталась. Если не верите, можете спросить у нее лично. Я бы хотел, чтобы вы с ней познакомились. Потому что как только вы с ней познакомитесь, она сразу отстанет от вашего мужа. Вам надо быть очень смелой и решительной сейчас. Вы теряете своего близкого человека. А он теряет себя, потому что он с ней не сможет жить долго. Она очень гордая, в отличие от вас. И зависимая. Вы очень зависимые и доверчивые. Это вообще излучение? Вот сейчас мы лечим это. Спасибо. Спасибо большое. Разум предназначен для того, чтобы обеспечить счастье человеку. Но надо знать, что счастье также приходит вот отсюда, из области сердца. Здесь в области сердца находится душа. Душа — это я. Я — это вечное существо. Душа, она имеет маленькие размеры. Очень маленькие. Это маленькая искорка. Это душа. А Бог в это сравнивается. Веда — это солнце. Это большая душа. То есть это не солнце. Просто большая душа, которая сияет, как солнце. Дает человеку очень много счастья. Поэтому всем людям советуется быть ближе к Богу. Естественно, в своей культуре, в своей вере. Но советуется так, потому что это наполняет человека силой внутренней, душевной. Мы об этом тоже будем говорить на лекции. Итак, человек может получать счастье из сердца прямо отсюда. Потому что в области сердца находится память, зона, в которой мы связываем себя, связаны с прошлыми своими какими-то поступками, делами. Веды говорят, что есть прошлые жизни у человека, что он живет не одну жизнь, у него много-много жизней. И следует знать, что судьба человека означает, что это то, что я сделал когда-то в жизни, и в соответствии с этим сейчас получаю ответ. Интересно знать, что веды считают, что наши близкие люди являются 100% отражением нашей судьбы, именно как мы их воспринимаем. Потому что, если, допустим, понаблюдать за человеком, который несколько раз женат, то можно видеть, что он в разных отношениях ведет себя совершенно по-разному. Ну, и чувствует себя совершенно по-разному. Потому что для человека нужна такая реакция по его судьбе, и я реагирую так, как ему положено. Ну, то есть, другими словами, все имеет свой глубокий смысл. По этой причине не надо бросать своих родственников, потому что они просто показывают нам нашу судьбу. Есть еще один термин, который я хотел бы ввести. Этот термин называется «время». Все его знают, но не все знают, что это такое. Время — это сила, которая учит человека жизни. И цель человеческой жизни — это развитие. То есть, время, как учит, создавая трудности. То есть, время действует на грубое тело, которое оно постоянно старит. Наш организм стареет с самого рождения. Хотя мы сначала растем, вроде развиваемся, но, тем не менее, мы не молодеем, чтобы вы знали. Некоторые люди думают, что человек может жить вечно. Человек вечно жить не может, потому что время разрушает все. Даже если кирпич положить на стол, через 200 лет он превратится просто в труху. Хотя его никто не трогал. И сам стол тоже через какое-то время превратится в труху. То есть, в этом мире все стареет. Все, что связано с материей, стареет. Но интересно знать, что наше тело, наше физическое тело, имеет два типа старения. Не как стол. Вот стол постепенно стареет, и все. Все зависит просто от того, где он стоит. Если бы он в леднику, в ледник его поставить, то он будет дольше стоять. Вот. Потому что там нет микробов, они его не жрут. Вот. Если говорить о нашем грубом теле, то есть просто постепенное старение, которое, если бы оно только действовало, всем было бы очень понравилось. Потому что человек бы жил, я думаю, лет 90-100 без проблем. Но есть еще один вид старения, который люди не знают, поэтому они очень сильно удивляются, когда это происходит. Это называют циклическое старение. И циклическое старение означает, что неожиданно мне стало тяжелее жить. Особенно это сильно чувствуется с возрастом. Потому что организм старше становится, уменьше запасов здоровья. Вот когда молодой организм, плохой период, цикл пошел, плохой, человек просто чувствует чуть-чуть, что что-то не то. Но сильно этому большое значение не придает. Он думает, что что-то, может, съел не то или еще что-то. Ну, не понимает, что он думает всегда, что все проблемы только от его поведения. Часто мы так думаем. На самом деле, 50, даже больше проблем у человека со здоровьем идет просто от того, что наступил тяжелый период, связанный со здоровьем. Например, вот женщина на меня смотрит с светлыми волосами. Мужчина с женой сидит, и дальше женщина, вы. У вас сейчас идет плохой период, связанный со здоровьем. Он начался два с половиной года назад. Вам стало тяжелее жить за это время. Вы чувствуете себя хуже физически. Так или нет? Так. Он закончился. Через полгода. Через полгода. Точнее, через четыре с половиной месяца вам станет легче. Вот это напряжение внутреннее, которое усталость, которую вы сейчас испытываете, вам она пройдет. Можно чувствовать ход времени, если потренироваться. Это несложно. Это не то, что мне молния по башке ударила, и я стал таким ясновидящим. Я просто изучаю это все, и вы тоже можете изучать, если гадить. Это несложно, на самом деле. Это естественный процесс, это циклическое влияние времени. А? Я не виноват. Мы в чем-то виноваты, поэтому и страдаем. Но просто наша вина, она приходит к нам циклами. Понимаете? То есть в чем-то вы были виноваты, и из-за этого страдаете. Но вы не страдали тогда, когда не положено. А когда положено, это наваливается все резко. И понимаете, чаще всего люди в большинстве своем уходят из жизни из-за влияния этих циклов. Плохой период начался, и человека снесло. Теперь, в чем же трудность отношений в мегаполисе женщины и мужчины? В чем трудность отношений в мегаполисе? Давайте поговорим на эту тему. Хотя времени уже не так много. Завтра, может быть, продолжим, и будем говорить уже о деятельности. Там немножко разделили неправильно лекции. Надо было пополам разделить. Семейная тема тоже очень сложная. Итак, смотрите. Дело в том, что если сравнивать... Ну, вообще, есть три состояния сознания, в котором живет человек. Люди, которые очень сильно хотят счастья, но не могут его сейчас получить, их психика уходит в будущее. Они живут в будущем. И большинство людей в городе живут в будущем. То есть они не испытывают сейчас счастья, и поэтому сильно истощаются. Что значит жить в будущем? Жить в будущем — это означает, что человек верит, что когда-нибудь он будет счастливым. И город для человека — это как трамплин для развития. Человек едет в город для развития. Понимаете, часто люди, когда развиваются, назад в деревню уезжают. Им уже развития не надо больше, и они просто живут в деревне. Но город нужен для развития. И вот смотрите, как устроено это сознание человека, который живет в будущем, а не в настоящем. Кстати, в будущем, когда человек живет, он постоянно напряженным становится. Он не получает счастья достаточно в жизни, потому что, чтобы счастье получать, нужно войти в настоящее время. «Счастье» — это сейчас, древнерусское слово «счас». «Тье» — это тоже древнерусское существование. Слово называется «бытие», «тье», «бытие», «тье». Так вот, знаете, «счас», «тье» означает находиться сейчас, в настоящее время. Это и есть счастье. Войти в настоящее время — это и есть счастье. Так вот, проблема заключается в том, что 90% людей в городе, они как живут? Вот смотрите, человек встал на остановку. Чем он занимается? Он притягивает глазами автобус. Ждет, когда он придет. Вот когда придет автобус, я зашел в автобус, вот тогда счастье. То он зашел в автобус, думает, когда же приедем? То есть счастье когда будет? Когда я выйду из автобуса. Потом дальше, когда же я дойду до дома. То есть счастье будет, когда дошел. Когда я доеду в лифте, доехал. Потом зашел. Когда же уже я посмотрю свой телевизор. Потом телевизор смотрит. Когда же уже всех поубивают. И потом пошел спать. И так всю жизнь, понимаете? То есть вот когда выучусь в школе, тогда буду счастливым. Выучился. Вот когда в институт поступлю, тогда буду счастливым. Вот когда выучусь в институте, буду счастливым. Вот когда работа нормальная будет, тогда буду счастливым. Вот когда ипотеку выключат, когда буду счастливым. Когда дети подрастут, тогда буду счастливым. Когда в руки раз и умер. То есть вся жизнь в будущем. И это делает человека очень напряженным. Напряженный человек теряет очень сильно в отношениях. Потому что психика, когда напряжена, человек не может любить. От этого семьи рушатся, как карточные домики, понимаете? Человек постоянно в напряженном состоянии находится. Ему трудно поговорить с женой. Трудно поговорить с детьми. Потому что психика истощена. Если человек в настоящем времени не находится, он не может быть здоровым и счастливым. Вот допустим, я поэтому говорю, если вы куда-то идете, не идите куда-то. А идите просто по улице. А я иду, шагаю по Москве. Нормальный летний дождь прошел. И это хорошо. Понимаете, человек не видит ни дождь, ни снег, ни улицу, ни природу. Он видит конечную цель своего похода. Это означает жизнь в будущем и назначает жуткое напряжение и разрушение семей. Почему? Потому что психика неправильно настроена. Нужно принимать каждую секунду свою жизнь. Вот допустим, сидишь на лекции, не надо думать, когда она быстрее закончится, дети голодные. Надо сидеть на лекции и думать о лекции. Идешь по улице, люби всех вокруг. Понимаете, когда человек не может сосредоточиться на природе, на людях, улыбаться им по улице. Идешь, улыбайся людям, учись улыбаться людям. И тогда от них счастье тоже будет исходить. Если этого нет, значит, тогда ты будешь помирать потихоньку. И терять способность любить близкого человека и развод очень трудно избежать. Иведы описывают, что эта жизнь в будущем называется жизнью страсти. Когда человек живет в страсти, он теряет все в своей жизни. Вот представьте, допустим, у нас в судьбе есть разные виды счастья. Вот это вот счастье от моей работы. Вот это вот счастье, мой достаток. Вот это вот моя любовь к близким. Вот это вот мое здоровье, вот это счастье от еды, вот это мой отпуск. Вот здесь вот мое счастье от друзей, вот это от самосовершенствования. Человек ставит целью в жизни, сектор, работа и деньги. И он туда устремился, все свое сознание. Это значит, с друзьями встречаться некогда, у меня работа. С женой поговорить нет сил, работа. В отпуск есть, ехать не поеду, потому что работа. Вот с детьми у меня на детей нет сил, на здоровье у меня нет времени, пожрать нормально нет времени. В результате человек становится несчастным, потому что у него вот эти все секторы счастья, они разрушают его и здоровье, и жизнь. То есть они все, вся жизнь уходит в работу. Причем интересно знать, что в деревне так люди не живут. Они просто косят спокойно сено, радуются жизни, когда косят сено. Потом они как бы радостно его собирают спокойно. Конечно, там есть две категории людей. Одни квасят просто там и в стельку, а другие вот так вот спокойно, размеренно живут, потому что бежать некуда. Но в городе другая ситуация жизни. Люди постоянно куда-то спешат, потому что так действует сознание здесь. Не то, что вот надо именно так. Можно же быстро идти радоваться природе. Спешите быстро идти, это разные вещи. Я вот, допустим, вообще бегу, когда бегу, набегу я. Всем радуюсь, слушаю лекцию. И получаю здоровье от этого. Но если человек бежит на автобус и думает, что он опоздает, он здоровье не получает. Пересмотрите, если глубже копнуть, то есть еще один момент очень важный. Для того, чтобы все-таки быть счастливым, человек должен понять, что не просто надо в настоящее время не жить, а это тоже подвиг. Потому что попробуйте сейчас, вот пойдите на улицу и попробуйте радоваться всему. Это надо все заставить. А просто идти и гнусить легче. Понимаете? Проблема заключается в том, что чтобы счастье пошло внутрь и отношения пошли, человек должен принять свою судьбу. Это означает, что надо принять вот тот муж, который мне положен, это по судьбе. Дети мои, это по судьбе. Это то, что должно быть. Понимаете? Проблема заключается в том, что в современном обществе люди думают, что если у меня есть, допустим, жена, может быть и получше. И так далее. Понимаете? Они не верят, что это мое. А вот в древней культуре, знаете, как людей обучали? Вот девушка выходит замуж и говорит, тебе Бог дал человека, живи с ним. Это твое. И она четко понимала, что это так. И когда она это понимала, она принятие, когда происходило в сердце, в это время после принятия идет счастье. Вот смотрите, в чем наша проблема. Проблема заключается в том, что так как мы думаем, что это не мое, поэтому и счастье дальше не пойдет. Вот этот барьер должен пройти. Мой один знакомый пришел к наставнику и говорит, я уже это в жене принял, уже это принял. И это принял. Вот я от нее уже ничего не жду. Совсем согласен, ничего не жду. Он говорит, может мне в монахи пойти? Наставнику по-своему. И тот говорит, не надо тебе идти в монахи, вот только сейчас у тебя и начнется счастливая семейная жизнь. И так оно и получилось. То есть он от жены ничего не ждет. И он им просто сказал, ты от жены ничего не жди, но для нее все делай то, что ей надо, то, что она ждет. И ты станешь счастливым, потому что от нее пойдет благодарность после этого. И эта благодарность, она принесет тебе счастье. Пересмотрите, как наша жизнь строится. Мы ждем что-то от близкого человека. Это ожидание его изматывает над психическим планом. И он уже несчастлив рядом с нами. Все скандалы, все проблемы в семье возникают только из-за того, что мы от близкого человека чего-то ждем. Вот это вытягивание энергии любви из близкого человека приносит жуткие стронания. И все ругани в семье из-за этого. Вот о чем мы ругаемся. Я чего-то ждал, не дождался. Она чего-то ждала, не дождалась. Начинается ругань. Теперь, если близкий человек от меня чего-то ждет, что я должен делать? Ругаться? Нет, я должен это принять опять. Это больно будет, тяжело, потому что как бы любовь должна двигаться свободно. Но так или иначе, надо просто понять, что если человек наполняется природой, людьми и Богом, и отдает эту наполнение близкому человеку просто как долг, как обязанность, ничего не желая от него взамен, ничего не ожидая, то с этого момента начинается счастливая семейная жизнь. Но так жить очень тяжело поначалу и очень легко потом. Потому что у вас будет очень большая трудность не ждать. Теперь это, смотрите, это в отношениях со всеми происходит. Вот, допустим, женщина ко мне подходит, Олег Геннадьевич говорит, меня сын не любит. Поднимите руку, у кого такая ситуация? Это значит, что вы очень сильно ждете от него счастья. Сильно ждете от него счастья. И его это сильно напрягает. Вот мне мама, допустим, звонит и говорит, Олежка, ты опять куда-то поехал. Я такой, вау. Почему? Потому что она ждет, когда же я перестану ехать. Это ожидание меня напрягает, потому что она не дает мне жить. Теперь вопрос возникает. А почему женщина не дает жить своему мужу и своим детям? В чем причина? А причина заключается в том, что женщина устроена как психика. Женщина не живет своим счастьем. Она живет счастьем тех, кого она любит. Вот, допустим, если у сына нет счастья, у ней тоже нет счастья. У мужа нет счастья, у ней тоже нет счастья. Так вот устроена женская психика. Но женщины должны знать, что когда они очень сильно этим увлекаются, вот этим вот, они разрушают отношения с этим человеком. Вот, допустим, если сильно ждать счастья от жизни сына и не давать ему ошибаться, жить, то он звереет просто. Он не может тебя принять такой. Потому что это насилие. Для него это кажется, что это насилие. Понимаете? Видите, как важно знать, как устроены отношения. Вы сейчас даже не понимаете. Нет. То есть вы ничего не ждете от него. Пусть живет как хочет. Ну, давайте, давайте. Пусть как хочет живет. А? Вы хотите, чтобы он жил, как вы понимаете это. Видите, вот это и есть ваше ожидание. Вот, если вы ему дадите возможность жить, как он может, тогда вы станете антисчастливыми, и он. Ожидание разрушает отношения. Вот, допустим, муж ждет от жены. Вот знаете, почему женщины некоторые не могут удержаться в семейной жизни? Потому что они сильно хотят личного счастья и ждут, и ждут. Когда мужчина появляется, она от него ждет. Она говорит, я за тебя замуж вышла. Я за тебя десять лет ждала. Он говорит, ну что мне теперь делать? Она говорит, быть нескольким, ласковым. И так далее. Бережным. Брежним. Говорит счастливые, глупые слова. И так далее. Он говорит, да, Бог ты мой. И он уходит потом от нее. Почему? Потому что она сильно ждет счастья от него. Вот эта зараза, вот ожидание счастья от близкого человека является главной причиной разрушения семейной жизни. А надо понять, что счастья не надо ожидать, надо принять свой крест. Вот какой человек Бог тебе дал, надо его принять. А потом, заботясь о нем, сделайте его благодарным. Как только он становится благодарным, он сам тебе будет давать то счастье, которое ты хочешь. Но сначала пройти нужно этот путь принятия. Сам по себе агрессивный. Значит, вам положено по судьбе такой человек. Если вы глубоко, глубоко это начнете понимать, то вы поймете, что вы такая же. А вот смотрите. Вы даже давайте с ним поговорим. У вас дети есть? Да. А как вы с ними себя ведете? Вот если, допустим, ребенку что-то не так он делает, как вы себя ведете? Ну-ка, стоять, молчать, делать так, как надо. Не так разве? Всякая. Так вот, смотрите, так же точно, как вы себя ведете с детьми, точно так же муж будет вести себя с вами. Это значит, что это ваша судьба. Примите ее. И тогда вы станете спокойнее, и он спокойнее. Но если вы его не принятете, то семья будет разрушена. Видите, принятие лучше дает возможность. Но это принятие возможно, если человек понимает, что такое судьба. Судьба — это всегда мое, не чужое. Вот в этом проблема. Мы думаем, что мне не повезло. Вот это главная причина всех разруб. И когда человек понимает, что это мое, в этот момент он принимает мужа сначала, первая стадия принятия, а вторая стадия счастья. Потому что счастье наступает после того, как человек что-то принял. Приведу пример. Я проходил практику в одном монастыре ведическом, просто изучал. Пожил там какое-то время. Там был такой случай. Там пищи не хватало масла, потому что денег нет. А пища должна быть маслянистой, согласно аюрведе-ведической медицине. Все это знают. И настоятели постоянно все, когда масла будет больше в пище, когда масла. И он такой, как бы, терпел, терпел это. И разок на лекции ему. Потом на лекции ему говорят, ну когда же масло-то в пище будет? Он такой сел, прямо говорит, будет вам масло в пище скоро. Все такие, вау. Он говорит, будет вам масло горящими котлами. Горящими котлами это в ад, значит, в адут. Масли все варятся. И знаете, все успокоились. И всем стало лучше. Вот интересно, все отметили потом, что всем как-то легче стало. Иногда человеку становится легче, потому что он принимает. И вот когда ты мужа приняла, тебе и легче жить с ним стало, и все хорошо. Потому что принятие всегда стоит перед счастьем. Запомните. Если вы не смогли принять человека, вы никогда не будете с ним счастливы. Для того, чтобы быть счастливым, надо принять, что это моя судьба. И надо научиться в себе это находить. Вот я женщине сейчас пару слов сказала, она такая удивилась. Правда, ведь я постоянно кричу на своих детей. Так же, как он на меня. Но она этого не замечала сама. Это уже другой вопрос. Вы слишком поздно приняли. Уже ситуация зашла далеко слишком. Часто люди принимают, когда он уже должен уходить, тогда я принимаю. Так тоже такой феномен есть. Человеку поздно часто, как парень один ко мне подбежал, говорит, Олег Геннадьевич, я так жену люблю. Я говорю, прям сильно. Он говорит, то очень сильно. Я говорю, а где она? Она ушла. Это классика жанра.